Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 6 класс. Progress check 4. Проверочная работа 4. Страница 44. Page 44. Задание первое. Use the prompts to complete the sentences. Используйте вот эти вот слова, чтобы дополнить предложение. Не все из этих слов можно перевести. About можно. About либо о, либо примерно. Здесь about переводится как о или об. Первое предложение. Перестань беспокоиться о своих экзаменах. Stop worrying about your exams. Следующее слово. Up. Оно вообще-то переводится вверх. Но здесь оно так, конечно, переводиться не будет. Оно означает что-то вроде завершенности действия. То есть второе предложение. В какое время мы встретимся? What time shall we meet up? Третье предложение. Здесь мы будем вставлять слово out. Out вообще-то переводится из. Find out. Можно перевести как извлечь. Ну или найти. То есть я хочу найти правду. I want to find out the truth. Четвертое предложение. Будем вставлять слово он. Он вообще-то переводится, конечно же, на. Но put on переводится надеть на себя. Вообще put, вот это слово put, это класть-положить. А put on надеть. Надень свою куртку холодно. Put on your jacket. It's cold. Off с двумя буквами ф, потому что есть еще off с одной буквой ф. И это разные предлоги. Ну или prepositions. Так вот, off с двумя буквами ф – это скорее окончание действия. То есть на русский его вообще нельзя перевести. Такого слова нет. Но в данном конкретном случае set off – это отправляться. То есть в какое время вы обычно отправляетесь в клуб скаутов. What time do you usually set off for the scouts club? Задание второе. Write the opposite. Напишите антонимы. Антонимы, если кто случайно забыл, это слова с противоположным значением. Первое. Interesting – интересный. А антоним – скучный. Boring – скучный. Второе. Delicious – вкусный. Антоним. Антоним – disgusting – отвратительный. Disgusting. Третье. Nice – хороший, милый. Антоним – awful – чудовищный, ужасный. Читается awful. Да, я понимаю, что тут буква такая стоит, а читать надо о. Четвертое. Четвертое – love – любить. Ну и, конечно же, hate – ненавидеть. Пятое. Wonderful – прекрасный. Terrible – ужасный. Третье задание. Socle the odd one out. Обведите кружочком лишнее слово. Первое. Пицца – пицца. Hamburgers – гамбургеры. Tennis – теннис. Fish – рыба. Лишнее, конечно же, теннис, потому что пицца, гамбургеры и рыба – это всё еда, а теннис как бы нет. Второе. Boring – скучный. Dull – тупой, неинтересный. Great – великолепный. Awful – ужасный. Ну, вот эти вот – boring, dull, awful – это всё со знаком минус прилагательный. То есть скучный, тупой, ужасный. А вот great – наоборот, со знаком плюс. Великий или великолепный. Так что great – тут, конечно же, лишнее. Третье. Sitcom – комедия, reading – чтение, news – новости, drama, drama – это всё телевизионные передачи. То, что мы можем по телевизору посмотреть. А reading – это чтение, это слово лишнее. Четвёртое. Football – football, quidditch, quidditch, skiing, лыжи, homework – домашняя работа. Ну, вот это всё спорт. Football, quidditch, ну, правда, quidditch, конечно же, это спорт для волшебников, но неважно, всё равно же спорт. Skiing, лыжи, ну, а homework – это не спорт. Так что homework – тут лишнее. Пятое. Weekend – конец недели, выходной. Always – всегда. Never – никогда. Sometimes – иногда. Weekend, конечно же, лишнее. Четвёртое задание. Put the words in the correct order and write full sentences. Поставьте слова в правильном порядке и напишите полные предложения. Вот, что у нас получится. Первое. He often goes to the park on Sundays. Он часто ходит в парк по воскресеньям. Второе. She is never late. Она никогда не опаздывает. Третье. How often do you go to the cinema? Как часто вы ходите в кино? Четвёртое. He always goes to the bed late. Он всегда ложится спать поздно. Пятое. Sometimes we go camping. Иногда мы ходим в походы. Задание пятое. Form questions. Сформируйте вопросы. Then answer them. Потом ответьте на них. Причём ответы должны быть короткие. Вопросы мы все будем задавать во времени, которое называется present simple. Простое, настоящее. Чтобы сделать вопросительное предложение в present simple, надо do или does поставить вперёд. Do пишется, если я или много. Does, если кто-то один. Первое предложение. Вы ходите в школу. You, вы – это всегда множественное число. Поэтому вперёд будем ставить do. Do you go to school? Вы ходите в школу? И ответы. Запомните, какой вопрос, такой ответ. Если в вопросе do, в ответе тоже do. Да – это yes, I do. Да, одно слово да в английском языке – это три слова. Yes, I do. Если нет – no, I don't. Одно слово нет – три английских. No, I don't. Второе предложение. Ваш, your father, ваш папа, work, работает in an office. В офисе. Ваш папа, он один. А когда один, вперёд мы ставим does. Получится. Does your father work in an office? Ваш папа работает в офисе? Если да, вы отвечаете yes, he does. В коротком ответе должно быть обязательно местоимение. Нельзя написать yes, my father does. Если это короткий ответ, должно быть местоимение. Папа, он. Значит, заменяем словом he. Yes, he does. Или no, he doesn't. Нет. Третье. Ваша мама, your mother, help, помогать, you, вы, with, с, your homework. С вашей домашней работой. То есть, ваша мама помогает вам с вашей домашней работой. Ваша мама, она одна. Значит, опять вперёд будем ставить does. Does your mother help you with your homework? И ответ. Yes, she does. Да. No, she doesn't. Нет. Четвёртое предложение. Your teacher, ваш учитель, shout, кричать. In class. В классе. То есть, ваш учитель кричит в классе. Ваш учитель один. Значит, вперёд будем ставить опять does. Получится. Does your teacher shout in class? Ваш учитель кричит в классе. Но по слову учитель определить, кто перед нами, мужчина или женщина, нельзя. Teacher. Это может быть и мужчина, и женщина. Так что, отвечать придётся, если учитель мужчина, yes, he does, да, а если учитель женщина, yes, she does, или yes, he doesn't, извините, no, he doesn't, или no, she doesn't, если учитель женщина. Пятое предложение. Your friends, ваши друзья, watch, смотрят, TV, телевизор, after school, после школы. Ваши друзья смотрят телевизор после школы. Ваши друзья, их много. Так что здесь мы будем писать do, когда много, пишем do. Do your friends watch TV after school? Ваши друзья смотрят телевизор после школы? Yes, they do, да, no, they don't, нет. Задание шестое. Use the sentences to complete the dialogue. Используйте предложение, чтобы завершить диалог. Так, дополнить. Надо вставлять предложение. Итак, what about a pop concert then? Как насчёт поп-концерта тогда? Would you like to join me? Ты бы хотел присоединиться ко мне? I think so. Why? Думаю, да, а что? Count me in. Считай, я тоже пойду. Итак, are you free tonight? Ты свободен или ты свободна сегодня вечером? I think so. Why? Думаю, да, а что? There is a new thriller on at AMC. Новый триллер идёт в кинотеатре AMC. Would you like to join me? Не хотела бы или не хотел бы ты присоединиться ко мне? No, thanks. Нет, спасибо. I hate thrillers. Я ненавижу триллеры. What about a pop concert then? А что насчёт концерта в поп-музыке? That's a great idea. Это прекрасная идея. Count me in. Считай меня тоже. Или я в доле. Мы так не говорим по-русски, я в доле. В общем, это согласие. Count me in. Now I can. Теперь я могу. Talk about daily routines. Говорить о ежедневных действиях. Dislikes. О том, что вы любите или не любите. Dislikes or likes. Talk and write about my perfect day. Говорить и писать о самом замечательном дне. Talk about leisure activities in Britain. Говорить о том, как проводят досуг в Британии. Make suggestions. Делать предложение, предлагать что-то. Use exclamations. Использовать восклицания. Explain graphs. Объяснить графики. Make or cancel an appointment. Дать или отменить что-то. Carry out a survey. Провести опрос. In English. На английском. Smile. How do you know that carrots are good for eyesight? Сайт. Как ты узнал, что морковка полезна для зрения? Well, have you ever seen a rabbit wearing glasses? Ну, ты когда-нибудь видел кролика в очках? Ну, ты кто-то не спешит. Пока. Продолжение следует...